хорошо спасибо вам большое за ваше время и с вашего разрешения мы тогда начнем задавать вопросы может вы тогда сделаем несколько комментариев итак первый вопрос от преданной Найни Лила Матаджи из Словакии у каждого преданного есть обязанное в преданном служении является ли проповедь обязательным служением и как это соотносится с успехом в духовной жизни в целом движение проповедническое господочитание прямо или косвенно мы связаны с проповедью если не будет проповеди не будет движения проповедь это острие движения это как скальпель говорится да в медицине такой очень острый скальпель такой острый разум необходим сейчас проповеди чтобы различать ложь истину то есть необходимо матьяма от икарии чтобы создать движение проповедники которые способны различать материю и дух это называется движение господочитание чтобы быть в сознании кришны можно заниматься любой деятельностью для кришны важно то чему вы посвящаете жизнь обратите на это внимание может быть вы заняты сейчас какой-то деятельностью в сознании кришны но посвящаете ли в этом жизнь вот чем вопрос если посвящаете значит всю жизнь будет служить кришне поддерживать это движение или проповедовать на острие так или иначе вы преданный если вы совершаете служение но не посвящаете свою жизнь служению тогда вопрос сложный какое-то это отношение медленно к духовному движению ведь есть рабочий кришна есть преданные кришны и то и другое хорошо конечно рабочим кришна тоже быть хорошо все же мы хотим стать преданными посвятить свою жизнь и две вещи упоминаются это воспевание святого имени по посвящаем жизнь и распространение славы святого имени вот два момента пожалуйста думайте об этом хорошо хорошо знаю стих из шикшашки что что надо быть смирение травы терпеливе дерева выражать почтение другим не ожидая почтения к себе но на практике замечать за собой что занимаю доминирующее положение нет если вы кому-то проповедуете то вы занимаете доминирующее положение ученик занимает подчиненное положение город занимает доминирующее положение действуйте как представитель бога если вы кому-то проповедуете но при этом вы обладаете смирение перед своим духовным учителем перед вайшнавами как все пропады сравнивал на охоте вы лев но дома в ягненок сочетать эти вещи все вопросы записаны то один их читаешь так это не могут задавать вопросы нет вопрос вопрос только в том что если ответ не удовлетворил преданного он может задать следующий вопрос какой-то до прояснения хорошо хорошо так какой вопрос старше это определяют старше как ребенок определяет что ему пора идти в школу родители говорят пойдем в школу время пришло старшие помогают это несложный вопрос хорошо хорошо это определяют старшие мы привели пример ребенка который подрастая не может понять нужно ему идти в школу или не нужно и когда нужно идти это определяют старшие что пора в школу и в школе тоже дадут ему расписание задания и так далее то есть есть система отношений поймите не то что я и гуру я и кришна тут трудно разобраться хорошо хорошо еще раз еще раз еще раз повторим выключен микрофон у нас выключен микрофон так мы повторим да повторим ответ как же определить свою готовность получение пранама мантры например или инициации или далее там есть 2 инициации саньяса есть есть система отношений мы не можем все понять сами понимаем это во взаимоотношениях есть старшие мы приводили пример как ребенок который идет в школу он не сам определяет это время это определяют старшие и в системе школьного образования ему также дают расписание ему объясняют предметы то есть его вводят в курс то есть система отношений существует в исконе также есть система отношений эта система отношений продвигает нас всех кришне так мы продвигаемся общаясь с более продвинутыми преданными выполняет служение слушать наставления они определяют что ты мог бы получить уже пранама мантру ты его следуешь практике ты занят служением для хорошие отношения с вайшнавами они же наблюдают эти вещи таким образом мы чувствуем что вот нас продвинули к этой черте вот принятие духовного учителя и мы решаем либо задаете вопрос как это делается у старших с которыми вы сотрудничаете вот таким образом хорошо вопрос такой по поводу восстановления здоровья или преодоление его физической ситуации является это оскорблением если мы так воспеваем или может быть какие тогда практики применять что касается преданных то мы молимся и благополучие для того чтобы они могли продолжать преданное служение с духовной точки зрения это можно думать о их здоровье заботиться их здоровье экономическом благополучии также семейных отношений можно помогать во всех отношениях потому что преданные заняты служение в этом причина в этом причине но мы ли не молимся за здоровье просто обычных людей мы болимся чтобы они стали преданными так понятно нет если если вы переживаете за кого-то естественно у вас из головы не входит этот человек с его болезнью естественно вы повторяете мантру и молитесь это естественно спасибо такой вопрос есть желание и необходимость в наставнике как выбрать наставника какие критерии для этого должны быть и могут ли ума также быть наставник праву и наоборот лучше нет лучше нет лучше нет если лучше женщины среди женщин выбирать наставников мужчины среди мужчин но грехасти семейная пара если они наставников они могут тех и других принимать но лучше чтобы мужчины занимались мужчинами женщины и женщинами как наставники и как выбрать наставника это вопрос отношений мы должны чувствовать что вот этот человек меня вдохновляет мне хочется задавать ему вопросы мне нравится как он отвечает на мои вопросы все очень просто должен признаться что какое-то время чувствую себя как разорванное облако цель почти утеряна не уверен я не могу оставить движение все еще очень большая привязанность кришни к практике к вам предали но я не могу быть как раньше столько дорогие мои готовьтесь пожалуйста трудности только начинаются если говорить о материальной жизни никаких хороших прогнозов никаких если вы будете проповедовать заняты служением кришне вы переживете все например в 90-е годы начало 90-х годов в россии был хаос серьезный хаос были криминальные войны бандитизм рэкет развал экономики люди замерзали в поездах то есть ну был кошмар какой-то просто но те кто проповедовал даже не заметили этого кошмара если вы спросите преданных того времени как вы пережили все это не скажет нормально были счастливы мы проповедовали люди всегда хорошо к нам относились если вы не будете проповедовать то весь кошмар на вас я не знаю как вы переживете следующее испытание никаких хороших прогнозов в материальном мире нет сегодня нет поэтому пожалуйста готовьтесь 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 собирайтесь с духом силами единственный выход это жить в знании в понимании что происходит и почему происходит и для чего происходит если вы понимаете планы господа вы переживете эти все проблемы потрясения если вы не в сознании кришне то как вы переживете я не знаю как вы переживете вы все будете травмированы мы живем в мире рождения и смерти мире страданий мире конфликтов век кали и он не стоит на месте он прямо на глазах продвигается прогрессирует и не надо сомневаться в боге пожалуйста не сомневайтесь в боге материальный мир нам не принесет счастья в готовом виде на подносе не принесет никому кем бы вы ни были нужно трудиться в знании я вас расстроил нет хорошо вопрос уже более глубокого характера Шрила Ракуната Дадхгасвами делает следующее объяснение Махамантри Хари Кришна в его книге Шри Шри Вивапа Кусуманджи Хари Кришна в основном означает ты забираешь все мои привязанности к мужу, семье и престиж Кришна ты привлекаешь меня сладостной игрой своей хлебой и прекрасным видом до такой степени что я оставляю дом и бегу в лес чтобы встретиться с тобой и Рама означает когда я хожу в лес ты наслаждаешься любовью а наслаждаешься мной вопрос можно ли нам воспевая поди Кришна Махамантру применять эту медитацию с нашего уровня вопрос из Болгарии иногда в редких случаях в редких случаях когда у вас есть очень возвышенное состояние души особенно когда вы медитируете на настроение гопи если вам удается да почувствовать вот этот момент отношений Кришны чуть-чуть вы можете опираться на эту молитву читать и размышлять о ней в основном нет в основном мы пользуемся комментарием Бхагдюнотта Кура о Кришна о высшая энергия наслаждения Кришны займи мне преданным служением тебе вот наша медитация постоянная и в редких случаях вы можете медитировать на другие комментарии Ачари спасибо большое за ответ в продолжение при посвящении мы даем обет стараться повторять святое имя внимательно что это означает на практике значит ли это полный контроль ума посредством сосредоточения его на звуке мантры или всплывающие в уме образы Кришны философские вопросы самскары связанные с предным предным служением возможно предное служение тоже можно причистить внимательно воспринимать ведь говорится что наша цель не контроль чувств и самоограничение как такове а умение все использует в служении Кришны это тоже касается ума мысли сопутствующие старательному повторению маха мантры джапы это побочный продукт практики суть в старании вот в чем как бы ценность вашего повторения не в побочном продукте повторения мантры а в старании повторять эту мантру все остальное можно не обсуждать одна ученица Шилапрупада спросила Шилапрупада а что это я вижу розовый свет когда повторяю мантру продолжай повторять не обращай внимания старание важно не нужно увлекаться побочными продуктами всем большое Харея Кришна дорогой Гору Махарач примите пожалуйста любые поклонники у меня к вам такой вопрос у меня очень большая привязанность к Деве Марии и связь внутренняя глубокая с христианством благодаря Христу я пришла к Кришне но благодаря Боговодите я глубже помолодил христианство происходят кризисы в жизни у каждого человека и отступление от практики случаются падения но потом снова и снова встаешь и возвращаешься к практике в христианстве есть практика искреннего растаяния исповеди и причастия очень очищающая сознание вопрос как в нашей традиции гаудио-роштаризма происходит этот переход не падайте не падайте не падайте старайтесь не падать научитесь не падать не думайте что духовная жизнь это всегда падение и подъемы нет это не так мы должны подняться выше как квилибристы на канатах ходят в цирке на тросах ходят они держатся как они сначала конечно человек падает много раз но затем он обретает квалификацию вот это то что хотелось не падайте научитесь не падать спасибо спасибо большое дорогой Нурмахарадж полтора года назад у меня появился спазм челюсти и поначалу могла говорить и жевать пищу без боли не могла говорить и жевать пищу без боли стало позже стало полегче но повторение слух святых имен он приводит в головокружение и боли в разных мышцах головы и шеи в уме длится около пяти часов во время такого повторения очень сложно услышать мантры четко да и ум скачет в пущу прежнему повторение в виде чтения свиста быстро упомняет воздух как правило к позднему вечеру остается еще три круга которые повторяют с большим трудом единственное когда подключаю джаку-шиу-кападу и просто слушаю то тело и ум расслабляются и я слышу мантру и концентрируюсь на ней лучше вопрос считается ли это повторение святых именов если я только слышу джаку-шиу-кападу если нет то могли бы вы посоветовать что-нибудь в этой ситуации возможно ты перенапрягаешься когда повторяешь мантру какие-то совершала сверхусилия возможно но ты же можешь разговаривать ты не сказал об этом ничего как ты же можешь разговаривать с людьми например речь же у тебя сохранилась ты не написал об этом ничего или ты вообще не можешь разговаривать в принципе но у меня сложилось впечатление что именно во время джапа у тебя возникает это напряжение спазма мышц именно отсюда что-то у тебя произошло поэтому можешь повторять в уме едва шевеля языком если ты чувствуешь напряжение физическое то повторяй в уме но шевели языком насколько ты можешь легко легко без напряжения просто служить джапу не является твоей практикой это благоприятный фактор но это не твоя практика джапа медитация должна быть не на языке так в уме научись не напрягаться если ты умеешь разговаривать с людьми то значит ты умеешь и мантру повторять уточнение есть? спасибо дорогой гуруби раскройте уже внутренний аспект второй брахманической инициации в чем заключается ее связь если если говорить о полной инициации это гайатри мантра гайатри мантра гайатри мантра это и есть дикша как таковая первое посвящение называется харинама дикша то есть это не гайатри мантра гайатри мантра она обладает обладает силой как сказать именно отрезать материальные привязанности она помогает быстрее достичь освобождения это называется брахманическое посвящение дается священный шнур и человек быстро развивает необходимые качества брахманические качества это и есть как бы дикша как таковая при этом Шалаппадо говорил что достаточно харинама дикша чтобы достичь совершенства харинама дикша достаточно но мы получаем то и другое когда когда преданное достигает стабильности в преданном служении тогда дается гайатри мантра если кто-то не стабилен если он постоянно срывается в регулирующих принципах в джапе не стабилен не дается гайатри мантра не будет работать неправильно это то есть гайатри мантра если вы получили гайатри мантру то все вы уже брахман вы отличаете материю и дух фактически маха мантра она еще более могущественна конечно же она еще более она достает нас с самых низов с любого уровня как бы с любого уровня деградации если мы начинаем стабильно повторять маха мантру харинама дикшна она нас возвысит до воспевания гайатри мантры и вот вместе с гайатри мантры это очень хорошо ускоряется процесс но главное это харинам маха мантру пока мы себя отождествляем с телом нам трудно повторять харинам маха мантру гайатри в этом помогает мы можем смотреть с двух точек зрения с формальной точки зрения если вы получаете гайатри мантру вы готовы служить божеством фактически в храме вы допускаетесь к этому это формальное объяснение все по факту вы браман значит вы можете но если вы браман не честный бывает такое получаете получаете для себя гайатри мантру но служить не хотите то толку от такого служения не будет это внутренний вопрос так же мы к сожалению увидим такие примеры немало что предный получает гайатри мантру но они хотят служить божествам в храме помогать и даже на кухне готовить божествам не расположены они думают это какая-то такая простая вещь для неофитов вам нужно поддерживать семью у меня есть дома шалаграма шилы свои божества достаточно это более-менее фикция мы должны помнить что мы в движении господа читаний мы не в арнашем адхарме живем а в движении господа читаний если мы получаем что-то мы должны занять это в служении проповеди иначе мы не удержим то что мы получим мы не того а калибра люди иначе 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 особенно в ваших лекциях мы услышали что божествам нужно поклоняться только после получения второй инициации божества не установлены как нам быть если мы уже поклонялись божествам и сейчас услышали что нельзя поклоняться божествам без инициации нужно ли тогда да положить спать или продолжать поклоняться как какие это божества гаурнита значит вы уже фактически установили их раз поклоняетесь раз вы начали поклоняться считать что вы их установили уже такого правила нет запрета не существует я его придумал для своих учеников почему потому что какое-то время преданные которые брали божества для поклонения отказывались от них пошла череда таких примеров тяжелых и тогда я сказал саму ученикам только после второго посвящения чтобы таких примеров больше не мы не видели в движении это отвратительное поведение только на этом основании я это правило предъявил ученикам но такого запрета у правопада не давал раз уже поклоняетесь все божества уже установлены но к ним нужно относиться как к собственным детям в семье которые вы никогда никому не отдадите спасибо большое как найти в себе силы прокомендовать новым людям которые задают вопросы касаемо людческих знаний но при этом я понимаю что у людей есть жуткие привязанности и они вряд ли выберут данный путь а что тут удерживать просто приходили бы на киртан ели просад да и все мы больше ничего от них не хотим могут повторять жапку сколько хотят один круг два три могут время от времени повторять мы не требуем от них стать чистыми вредными что тут сложного если будем давить на людей стать чистыми вредными конечно это будет проблема это будет большая проблема не все готовы далеко не все посвятить себя полностью служению кришне но мы не давим просто вот берите прасад приходите на праздники участвуйте в наших фестивалях на воскресных программах приходите на харинамы повторяйте сколько можете все мы не давим на них спасибо большое вот пришло уточнение от Матаджи которая задавала по поводу сложности говорить говорит что может говорить максимум только 10-15 минут и потом уже возникает сильный вред поблагодарила за ваш ответ понятно понятно значит в уме повторяй едва там шевеляй языком как можешь как развить связь с параматмой и это делать вообще со святым именем развивайте связь пожалуйста вот у вас на языке кришна в ушах кришна что нужно еще зачем вы что-то еще ищете параматма это его экспансия всего лишь если вы читаете книги шилы правопады то в это время когда вы понимаете смысл того чего читаете вы под контролем параматмы когда понимаете смысл того чего что вы читаете вы под контролем параматмы как быть если у сына 11 лет проявляется ревность к нашей нашей супругой и практике пока очень адекватно реагирует говорит что ухудшает наше вида но верить не хочет да дети да дети ревнуют ко всему да верно да меньше внимания уделяют да так происходит вот верить не хотят потому что родители кланяются кришне больше о кришне думают чем о нем он бунтует внутри завидует кришне говорит что я буду поклоняться ему и так он все для него даже про меня забывают и я еще буду поклоняться не буду я поклоняться ему себя поставьте на его место вам тоже будет не так то просто нужно уметь дать кришну ребенку постарайтесь как то он почувствовал что для него это хорошо тоже да вот дополнение к этому вопросу как при этом оставаться смиренным все таки смиренным по отношению к ребенку нет потому что ребенку вы родители вы воспитатель вы не просто смиренный человек вы воспитатель ну думайте как его как благоприятно ему все таки дать сознание кришны что же там примет например если вы едете мы ездили в паломничество в начале девяностых у нас не было денег ну мы не могли обменять тогда слишком достаточно денег когда за границу выезжали законы не позволяли практически без копейки у нас денег то не было приезжали туда как нищие ну а нас заботился GBC очень сильно фитераж праву русскоязычных преданных и он спрашивал у кого там сколько детей какого возраста он все про нас знал такой был очень-очень очень-очень заботливый GBC и когда мы уже уезжали домой он заботился о том чтобы мы все привезли подарки детям своим детям там женам которые остались или мужьям если не остались детям то есть в своей семье и он передавал на подарки я помню там были такие подарки великолепные я дочери привез маленькое саре прям по ее размеру что жена Киртирадзе спросила сколько лет какого она роста там и украшения передали и саре передали и я ей сказал это тебе Кришна прислал Кришна тебе прислал из Вриндавана а для нее Кришна был что что таких украшений вообще не видела никогда наряжалась начала танцевать в этих украшениях маленькая была и все она стала сама поклоняться Кришне запросила божество потребовала просто так что давайте воспитывайте чтобы это было привлекательно для ребенка чтобы он не думал у меня Кришна отнял детство это надо попробовать это не надо это не надо разъяснять просто нужно позлить хорошенько и все так Прубат сказал я на практике я на практике это вижу да действительно это хорошо хороший просад получается не знаю как вы будете не скорбеть я не думаю я не думаю что вы не будете скорбеть у вас что сердце каменное что будете переживать чувствовать боль почему нет а как же мы поймем весь ужас материального существования если мы не будем чувствовать его мы будем чувствовать но при этом будем знать будем знать будем понимать будем укрепляться в своей духовной концепции да боли будет очень много у нас в жизни всегда и каждый день какие-то переживания какие-то беспокойства в течение жизни накапливается много тяжелых самскар у человека прожитых лет ошибок потерь это наша жизнь тело такое это тело такое если вы поддерживаете тело в чистоте и ум в чистоте вам будет легче легче будет если вы не можете поддерживать тело и ум в чистоте то вы не сможете легко пережить трудности они войдут в ваше сердце эти проблемы и вы не сможете жить полноценно поэтому важно тело и ум поддерживать в чистоте тогда вы сможете но эти трудности как бы пережить достойным образом, не утрачивая своих качеств духовных. У вас не будет обид в сердце, не останется глубоких обид. Просто будете понимать волю Бога, понимать разницу между материальным существованием и духовным существованием. Это наш опыт, поймите. Это наш опыт. Спасибо большое за ответ. Вопрос по посвящению. Весной этого года получила онлайн-инициацию, а ягию так и не совершила. У меня не было возможности выехать из стран, нет местных предмых, которые совершают яги. Как быть, можно ли заказать яги онлайн или можно еще подождать, когда появится подходящий документ? Нет, тебе нужно участвовать на яге непосредственно. Так что жди благоприятного времени. Может быть, тебе удастся приехать в Индию или на какой-то фестиваль, который есть в Европе, ближайший. Там, я думаю, есть предмых, которые будут проводить инициацию. Там поучаствовешь яги. Подскажите, пожалуйста, как развить внимание и чуткость к другим живым существам, быть максимально полезной к своей природе и иметь возможность служить другим в самом наилучшем образом? Как развить сострадание к другим живым существам? Внимание и чуткость, да. Чуткость, внимание, сострадание. Нужно избавиться от токсинов физических и умственных. Вопрос, в каком теле вы находитесь, в какой гуне, в качестве тела находится в таком, в такой гуне вы будете чувствовать окружающих людей. Если залить алкоголь в тело, то тело будет состоять из алкоголя. Вы станете, ну, превратитесь в какого-то другого, другое существо. Вы, та же самая личность, будете какие-то говорить глупости. Наслаждаться каким-то непристойным образом. Это просто другое тело. Токсичное тело. Так же и мысли. Если вы носите в себе токсичные мысли, неприязнь кому-то, злопамятность какую-то, то то же самое. Вам будет трудно чувствовать, быть чутким другим людям. Чуткость, сострадание – это духовное качество, это внутреннее чистейшее качество. Но если тело токсично, оно покрывает нашу чистую природу, и мы превращаемся в кого-то другого. Поэтому нужно свое тело и ум держать в чистоте. Это аскеза называется. Аскеза ума, аскеза речи, аскеза тела, описанного в Багово в 1-й 18-й главе. Изучайте это. И практикуйте. Аскеза – это практика именно. И через аскезу приходит все остальное, само по себе. Если нет аскезы, все уходит, все становится токсичным. То есть тело можно поддерживать в чистоте через аскезу, и даже можно одухотворить это тело, полностью очистить посредством практики. И так мы можем обрести такие способности через практику. Если мы не будем практиковать, мы не сможем справиться с токсинами в уме, в речи и в поступках. Хорошо? Да, спасибо. Грубохарад, здесь больше такое письмо благодарность, что как-то вы были в Европе несколько лет назад и благословили на рождение дочери. Вот родилась дочка Арсения, по-вашему благословению. Она просто чудесная, с ней очень интересная, мудрая, по годам развитая. Очень любит читать, много знает. Бук пишет и запоминает стихи, танцует, играет роли, переодевается в Кришну, говорит как взрослая, красивыми предложениями. Учит шлоки из Бхагавадгиты, сама просит. Папа читает ей, а она хочет выучить. Уже знает всем шлок, санскрит и перевод, любит эту историю Кришны, всем рассказывает, вдохновляет. Понимая, что она необычный ребенок, и моя ответственность в воспитании возрастает. Дети, моя радость, счастье, любовь. Благодарность вам за вот эти благословения. И вот сейчас они ожидают второго малыша, вот-вот должен родиться в любой момент. И тоже просят благословения, чтобы родился нарожденный сыночка, в таких условиях, который тоже сможет развиваться. хороших детей нужно как можно больше, сотни. Но не делайте брак, пожалуйста. это. Действительно, это важно. Дорогой Гурмахарадж, я понимаю, что у нас время выходит, чтобы вас не задерживать. Вопросов у нас много. Может, мы вам тогда вышли, но вы, может, начитаете тогда ответы, дополнительные по свободе, по возможности. И сейчас, может быть, вы бы хотели сказать пару слов для нас, как для вредных Европы, может быть, что-то, какие-то пожелания, которые, как всегда, у нас, ваши пожелания нас вдохновляют, и мы находимся в таком настроении отдаления, да, отучителя, и живем только вашими наставлениями. Понятные наставления уже все даны. Может, просто какие-то пожелания скажете по-русски. Да, мы не в отдалении, мы общаемся с вами регулярно, нормально. Не вижу такого разрыва. Некоторые даже из вас улыбаются, смотрю. Не все, конечно, некоторые вообще не улыбаются никогда в Европе почему-то. В России плачут постоянно. в Европе уже улыбаться начали. То есть, не вижу такого разрыва, не чувствую. Вы вполне имеете много позитивного, много знаний. У вас есть энтузиазм, у вас есть святое имя. Все необходимо, чтобы жить счастливо. Мое пожелание, думайте так, чтобы каждый человек Европы как-то соприкоснулся с Кришной. В форме шире просад распространять, научиться. Вместе, если организоваться, вы можете больше сделать в этом плане. Я понимаю, это сложнее в Европе, чем, скажем, в русскоязычных регионах здесь. Потому что Европа уже организована хорошо материально, и там трудно найти время, труднее найти время. И, тем не менее, можно найти такое время при желании. Вот, если вы организуетесь, вы можете еще больше сделать, чем сейчас. И в плане распространения книг, и в плане распространения просады, проповеди. Это мои пожелания. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Ангелия, Лила Матухи нам говорила, что, может, нам еще год нужно подождать, чтобы вы приехали к нам в группу. и мы будем ждать и молиться с радостью, чтобы как-то вместе организовать какой-нибудь фестиваль. Знаете, что, очень ждем и всегда надеемся с вами. Ну, не знаем, что будет через год, одному Богу известно. Это что? Ну, также вы можете приезжать сюда, в Казахстан. Спасибо за приглашение. Вам большое за встречи, за ваше время. Мы всегда очень ценим и ждем новых возможностей. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok